7 мая на календаре, вторник, середина короткой рабочей недели. Здорово, что мы начинаем ее вместе с вами в студии Николая Растворцев, Мария Новикова-Ахонская. Но если брать общую календарную неделю с 6 по 12 мая, то она, Минздравом России, объявлена неделей сохранения здоровья легких. А сегодня в центре внимания одна из самых распространенных болезней дыхательных путей к бронхиальной астме. С греческого это слово переводится как тяжелое дыхание. Автором термина считают Гиппократа, который описал недуг в своем труде о внутренних страданиях. Несмотря на то, что болезнь известна не одну тысячу лет, она по-прежнему отравляет жизнь миллионам людей о профилактике и актуальных методах лечения. Поговорим с нашей гостьей. Это Юлия Зинченко, врач-пульмонолог амбулаторно-консультативного отделения нефтизиопульмонологии, кандидат медицинских наук. Юлия, доброе утро, рада вас видеть. Доброе утро. Считается, что наш петербургский климат не особо способствует здоровью легких, отдельных каких-то органов дыхательной системы, бронхов. Много ли в Петербурге действительно людей, которые страдают заболеваниями дыхательной системы и бронхиальной астме? Насколько это петербургская особенность? Действительно, особенности нашего климата, такая повышенная влажность, они часто способствуют развитию формирования заболеваний легких, хронических бронхитов, бронхиальной астмы, что ухудшается в сезон цветения растений. У нас очень много березы, и вот сейчас начался сезон пыления, ну и, соответственно, количество пациентов. А как вот эта вот связь вообще работает в организме на аллергены и развитие астмы? Не вся астма связана с аллергической патологией, но очень большое количество пациентов, у них развивается бронхиальная астма именно в связи с аллергическими заболеваниями. Запускается воспалительный процесс под воздействием аллергенов, и, соответственно, бронхи в дальнейшем могут реагировать не только на аллергены, но и на физическую нагрузку, холод и другие факторы. Такой фактор, кстати, как наследственность. Насколько актуален, если родители болеют астмой вкупе, например, с реакцией на аллергии? Насколько надо сразу подозревать у будущего молодого поколения, что ребёнок родится, и надо смотреть? Или же это максимально приобретённое заболевание, и никакие родственные связи молекулы ДНК здесь ни при чём? Нет, астма – это генетически детерминированное заболевание, то есть оно чётко связано с наследственностью, и если родители или близкие родственники страдают астмой, то вероятность у пациента это заболевание получить в разы выше. Соответственно, да, надо более тщательно следить за пациентами, у которых наследственность есть. Зачем мы именно следим? Какие конкретно признаки должны нас насторожить? Что есть обычный кашель, что есть кашель, который потенциально может сигнализировать об астме? Какого дебют астмы? Да. И в каком он возрасте бывает? То есть когда мы более пристальное внимание к здоровью своему или детскому уделяем? Ну, бронхиальная астма может дебютировать в любом возрасте. Это могут быть и дети, начиная с раннего возраста, и пациенты уже более старшего возраста вплоть до пожилого возраста могут появиться первые симптомы. То есть не перерастешь ты этот возраст? Не всегда. Нет, нет такой истории. Астма может начаться как с острого такого состояния, с обострения, с удушья, приступов затруднения дыхания, так и может характеризоваться таким длительным кашлем, хроническим, более 8 недель, с мокротой, свистами в груди, приступами одышки и затруднения дыхания. Особенно в ночное время симптомы и на фоне каких-то вирусных инфекций. А сам по себе кашель, затяжной, как вы сказали, тот, который не лечится, я имею в виду, пациентам не лечится, или недолечен? Знаете, чуть-чуть попшикали чем-то и пошли на работу, вот сейчас плюс 3 за окном, не самая майская погода. Это всё может перерасти в астму, как такое накопительное явление? Или астма из кашля не может появиться в организме, перерасти, переродиться? Кашель не может переродиться в астму, но этот кашель может быть одним из первых симптомов астмы. Соответственно, длительно текущий кашель, в том числе после каких-то вирусных простудных заболеваний, в большей степени мы говорим о хроническом кашле, более 8 недель, который не поддаётся никакому лечению и не улучшается даже постепенно, даже немного после острого перенесённого заболевания, требует внимания пульмонолога и подозрения на астму высоко. Чем сейчас лечит астму, какие современные методы лечения? То есть насколько этот процесс сложный для пациента в плане регулярности и многоразового приёма лекарств в течение дня? Или посещения врача. Да, посещения врача или стационар, когда у тебя обострение. Ну, астма, она очень разная. Мы все представляем пациента с астмой как задыхающегося человека с ингалиатаром, который от него никуда не может деться. Но на самом деле, в любом случае, на любом этапе астма лечится противовоспалительными препаратами, ингаляционными, которые снимают воспаление. Речь идёт в первую очередь о кортикостероидных гормонах. Здесь мы их не боимся, это местное действие. Они практически не всасываются, не оказываются системных побочных эффектов, но при этом минимальным воздействием один раз в сутки или два раза в сутки, буквально секундная ингаляция, она позволяет полностью снять все симптомы и не дать развиться тяжёлым обострениям, которые уже требуют более серьёзного лечения. Астма лечится или, скажем так, сдерживается? То есть можно ли её путём тех или иных препаратов и советов медицинских специалистов вылечить так, чтобы абсолютно избавиться от неё? Или это, к сожалению, навсегда просто есть препараты, которые делают эту жизнь закамуфлированной астмой, без симптомов? Ну, астма – это хроническое заболевание, поэтому говорить о полном излечении мы не можем, но на фоне лечения мы можем добиться полного контроля, и астма умеет и в целом любит уходить в длительную ремиссию без симптомов, без лечения, иногда до конца жизни. И самые важные моменты, которые мы должны помнить для профилактики бытовые, личные, физические, что мы внедряем в свою жизнь, чтобы постараться обойтись без этого заболевания, даже если, например, плохое наследство? Ну, максимально сохранять здоровье лёгких. В первую очередь избегать курения любых средств, любыми способами. Осторожно относиться к профессиональным вредностям. Это люди высокого риска. Регулярное обследование у пациентов группы высокого риска у терапевта-пульмонолога иногда с выполнением функциональных исследований, особенно если это профессиональные факторы. И гипоаллергенный быт, то есть избегать большого количества пыли, подушек и домашних животных. Будем придерживаться ваших советов, Юлия. Благодарим вас за участие в нашем прямом эфире. Юлия Зинченко была в проекте «Утро в Петербурге». Говорили о том, как минимизировать риски, связанные с астмой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова